Итак, пожар в жилом здании. Что горит? Квартира. Как спасаться? Куда бежать? Как бы в этой ситуации поступил я? Ну, предположим, что у нас дом кирпичный или монолитный. Я живу на каком-нибудь там седьмом, восьмом, четырнадцатом этаже. Пожар происходит где-то этажами ниже. Естественно, я знаю, что огонь до меня не дойдет. Самый опасный фактор в этом отношении у нас дым. Есть угроза получить отравление продуктами горения. И самые вероятные пути распространения этого дыма, естественно, наши пути эвакуации, маршевые лестницы. Если, конечно, здание не оборудовано незадымляемым лестчатым маршем. За счет уплотнителя и плотности самой входной двери, насколько она надежна, мы достигаем относительной герметичности нашего помещения. Соответственно, и дым, который дойдет до нашей лестчатой площадки, проникновение его через входную дверь к нам в квартиру, маловероятно. В лучшем случае я пойду поставлю чайник, включу телевизор и буду дальше наслаждаться тем сериалом, который, например, я себе выбрал. В худшем случае, если все-таки дым будет каким-то образом проникать, ну, будет проникать ко мне в мое жилище, я просто оденусь потеплее, заварю термос и уйду на балкон спокойно наблюдать и ждать, когда все это закончится. Почему я не буду эвакуироваться, покидать свою квартиру? Во время продвижения меня вниз я могу попасть в западню в ловушку. Дымом заполнится путь эвакуации, я и вниз не успею спуститься, и обратно наверх в свою квартиру тоже не дойду. Останусь там на путях эвакуации. Поэтому моя квартира – это мое безопасное место. И даже если в мою дверь будут стучаться, возможно, что пожарные будут делать поквартирный обход, я не пойду ее открывать, сделаю вид, что никого нет дома. Так будет лучше и для них, и для меня. У меня достаточно комфортно. Я зачем-то пойду им открою дверь и запущу к себе в квартиру порцию дыма. Разумно? Абсолютно нет. Если же все-таки пожар происходит в смежной квартире у соседей или подо мной, да, куда серьезнее. Но вот тут, ребятки, нужно было как раз подумать и позаботиться заранее. Подготовить себе газодымозащитный комплект или что-то в этом роде. Но куда уж деваться, у нас его нет. То есть ко мне в квартиру интенсивно поступает дым. Ясно, что это где-то у меня у соседей, прямо вплотную со мной. Вариант А. В подъезде нет задымления. Соответственно, у меня есть шанс на бросок, чтобы пробежать опасный участок. Поскольку это где-то либо смежная квартира, вообще может в другом подъезде, либо подо мной один этаж быстренько проскочить можно, если в подъезде чисто. Вариант Б. Гораздо хуже. Если, опять же, у меня квартира наполняется дымом, в подъезде тоже дыма, возможно, еще больше. Соответственно, через подъезд эвакуироваться вообще из дома не вариант. Здесь мы выходим на балкон, одевшись тепло, подаем всяческие сигналы прохожим, соседям, по телефону звоним диспетчеру и сообщаем, что нам нужна помощь. Мы находимся там-то, там-то. Нет балкона, значит, в какие-то комнаты, где наименее подвержены они задымлению были, как-то зауплотнить все щели. Открыв окно, тоже так же на улицу подаем сигналы, кричим help, сос и все, что можно, например, кричать. Либо дышим просто как рыбки, глотая воздух. И ждем, ждем, когда все-таки нас каким-то образом придут спасать. А потому что надо было все-таки приобрести ГДЗК, а не вспоминать об этом, когда уже вариантов не осталось. Субтитры сделал DimaTorzok